Забирай меня скорей! Не-не-не-не-не-не-не-не, Мбаппе, спасибо, конечно, но нам такого счастья не надо. Счастье, забивающее аж 8 мячей в чемпионате Франции, но это на уровне Кузяева примерно. За 1 миллион долларов в неделю, это больше, чем вся моя команда получает так-то. Тем более, я провел солидные трансферы и подписал нападающих совсем другого, так сказать, масштаба. Но об этом чуть позже. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Антон Чейс. Давненько мы с вами здесь не виделись, да, поэтому у меня накопилось много информации. Много что нужно показать, рассказать и, видимо, придется много матчей проиграть. Потому что я, честно говоря, не знаю, какой там Евгений составлял расписание, но первые три тура нашего дебютного сезона в АПЛ это... Хе-хе-хе-хе, мама, забери меня обратно в чемпионшип. Короче, это Сити, Челси, Ливерпуль. Что касается чемпионшипа, то никакие рекорды, к сожалению, нам не покорились. До рекорда очков не хватило 4 очка, до рекорда голов не хватило буквально 10 плюс мячей. Что любопытно, текущий рекорд по количеству голов за сезон принадлежит также нам. Ну, как нам, нашим добрым предкам-динозаврам. Потому что Миддлсбро в 1927 году забили аж 122 мяча за сезон. Причем половину положил некий Джордж Кэмсел. К сожалению, своего Джорджа Кэмсела в этом году у нас не нашлось. Потому что даже в топ-3 наших нападающих нет. Да чего уж там, в топ-4 тоже, в топ-5 даже в топ-6. Но вот на седьмом-то месте Эки-Тики и на восьмом Лате-Лате. С одной стороны, конечно, не очень приятно то, что ни в одной индивидуальной, так сказать, номинации нет наших игроков. Советы. Оставь их себе. Но с другой стороны, посмотрите вот на это. Ничего не замечаете, а? Интересного, любопытного. А я вот заметил то, что все наши полевые футболисты, даже те, кто совсем немного сыграл, отметились хоть какими-то голевыми действиями. Это, друзья мои, не команда звезд. Это команда звезда. Но несмотря на то, что у нас есть лучшие бомбардиры, лучшие ассистенты, есть, в конце концов, Костыль, который аж 20 сухарей в этом сезоне намутил, я предлагаю действовать, так сказать, в рамках футбольных модных трендов. Поэтому я лично назначаю лучшим футболистом этого сезона в Миддлсброу. Лионеля Месси, если вы олд моего канала, то вы словите очень сильную грустняшку, посмотрев на последнее место в чемпионате. Ё-моё! Не менее шокирует восьмое место богатого Вулверхэмптона, у которого и состав довольно солидный. И вообще, как бы, команда-то только-только из АПЛ, где довольно долго и неплохо играли. И я в начале этого сезона отмечал то, что, как по мне, это наш главный конкурент и, скорее всего, первое место достанется им. Но первые мы, причем почти с 30-очковым отрывом. И знаете, этому есть объяснение. И это объяснение, оно находится на ваших экранах. И если за рулем рабочей лошадки Миддлсброу был опытный специалист, то за рулем мощного волчара был кто-о-о-о какой-то... А, Владимир Вайс. На секундочку, на секундочку, друзья мои. Человек в свое время тренировал Сатурна. Который был известен тем, что со всеми подряд играл в ничью. Кстати, закончили мы сезон довольно весело. После отлета от Сити мы скопили, как берсерки, злобы и аж Сандерленду. Да, прости меня, Сандерленд. Но, тем не менее, 8 банок им накидали. Потом и 4 забивали, а в последних турах 2 раза по 6 отгружали. Хотя Сандерлендский подвиг мог повториться и в этом матче. Потому что случилось нечто невероятное. Я такого не видел 100 лет в ФМ. Латте-Латте не забил аж 2 11-метровых. Интересно, вот многие ли из вас помнят такого футболиста, как Мартин Палермо? Да-да-да, Антон. Мартин Палермо. Ага. Себастьян Удинезе. Ты еще скажи, Гонсало Ювентус. Совсем бедолага переиграл в Виафутбол. Я тут посмотрел на то, что происходило в плей-офф. В зарубе за АПЛ. И, честно говоря, как здорово, что там не было нас. Потому что там такие нервы были. Просто посмотрите. Первый матч. Шеффилд-Блэкборн 2-2. В другой паре Лутон-Сток 1-0. Ответные матчи. Сток просто на соплях затаскивает. Выходит в финал. В матче с Шеффилдом. Автогол на 120-е. И Шеффилд в финале. И сам финал. Вы просто посмотрите на это мясистое Мочилово. Сити, с которыми нам играть в первом туре этого сезона, в том сезоне сделали трэбл. Как с ними конкурировать? Как АПЛ выигрывать? Я пока что вообще не представляю. Ну, в смысле представляю. Нужно делать охеренные трансферы. И, наконец-то, мы до трансферов добрались. По традиции, сначала покажу, как я зарабатывал деньги. Потому что на трансферы дали всего лишь 30 миллионов. Да, с одной стороны, это на 30 миллионов больше, чем за всю карьеру в парме. С другой стороны, 30 миллионов для команды АПЛ. Точнее, для дебютанта АПЛ, который мечтает просто выжить. Это копейки. Поэтому я распродался лямов примерно на 30-40. И первый трансфер на выход. Это Сол Брин, вратарь, сыгравший матч. Сыгравший его ужасно. Но, тем не менее, Саунгемтон что-то в нем нашел. И отдал нам 2 миллиона. Не в обиду Шеффилду, но я буду называть их не Шеффилд Уэнсдэй, а Шеффилд Мусорка. Потому что в том сезоне они у меня взяли Хоупа за 10 миллионов, а в этом за Дели Али, вы не поверите, отдали аж целую пятерку. Вы знаете, есть такие коллекционеры ретро, которые готовы отдать за всякие старые и кому-то не особо нужные вещи большие деньги. Но Адели Али не старый и даже по меркам чемпионшипа что-то умеет. Вон на семерку играет. Аж за 5 с половиной в Кальяре ушел Лукас Энгельс. Да, к сожалению, пара Энгельс-Ленин распалась. Да за 5 мультов я любую пару распаду. Лас-Эльс особо у нас не прижился, поэтому когда пришло предложение аж в 11 миллионов от Салернитана, я недолго думал. Португальский щекастик Рони Лопеш ушел в Эльче за 2 миллиона. За эти же 2 миллиона ушла легенда, друзья мои, Джош Кобурн. Наверное, там, начинающих эфемеров или тех, кто сам не играет в Эфем, удивит автостоимость некоторых футболистов, но, друзья мои, это полная чушь и ерунда. Поверьте мне, никто никогда в жизни за этого футболиста 16 миллионов не отдаст. Ну, только Шеффилд-мусорка. Трансфер, так сказать, с печалью на сердце. За 7,5 миллионов Алавес приютил нашего Дениса Ундава, но дело в том, что у него просто нереально выросла зарплата после выхода ВПЛ в 2 раза. И что-то я посидел, как говорится, покумекал, на скиллы его посмотрел и подумал, нет, браток, так не пойдет. Тем более, в том году довольно мало забивал. Последний трансфер, самый дорогой трансфер на выход за 11 миллионов Бурмутна забрал Ван Денберга. В принципе, парень неплохой, и он мог бы мне пригодиться, если бы потанцевало в нем было бы побольше. Так он всю карьеру будет футболистом уровня, ну уж без обид, Максима Беляева. Официально заявляю, что трансфер Гринвуда – это полностью моя инициатива. И поверьте мне, он полностью заслуживает эту гигантскую зарплату в 100 тысяч в неделю. Из любопытного у Мейсона Гринвуда вбрасывание аутов один. Ну, все мы прекрасно понимаем, что руками он работает немножко по-другому. На ее месте я бы напрягся. Майкл Кин – опытный защитник, между прочим, 12 матчей за сборную, воспитанник Манчестера, сотни матчей в АПЛ. И, несмотря на все это, он сам себе выбил зарплату в 6 тысяч долларов в неделю. Даже по меркам чемпионш, по довольно скромные цифры. И почему так вышло? Повторюсь, сам себе. Знаете, говорят, что футболистам порой не хватает образования. И очевидно, что Майкл Кин, ну он просто прогуливал математику в школе и просто не понимает ничего в цифрах, потому что если у тебя есть агент, ты Мейсон Гринвуд, и ты получаешь 100 тысяч. У Майкла агента нет, в переговорах со мной он участвовал сам, ты получаешь 6 тысяч долларов. Скауты вот этого футболиста предлагали подписать. И, блин, вот скиллы, конечно, ну не очень, но эти усы. Знаете, он похож на киногероя из каких-нибудь фильмов про полицейских 80-х. Чего-нибудь типа «Честь и гордость Лос-Анджелеса», «Добряк из Чикаго», «Комиссар Рекс». За 2 миллиона я взял неплохого левого защитника на подмену Ааруна. Это Джамал. И, судя по его взгляду, парень на расслабоне. Ну, посмотрим, какой у него будет взгляд после сегодняшних матчей. В ситуации с этим вратарем прошел лютый прогрев, потому что у него тоже довольно крохотная зарплата, ибо я прописал ему абсолютно неадекватные бонусы. Типа матч на 0 64 тысячи долларов. Это запасной вратарь, который сыграет 2-3 матча за сезон. И даже если он их сыграет, очевидно, что вряд ли он отстоит в этих матчах на 0. Но рыжую бороду это не смутило. Ему все по кайфу. Феликс Урукхай, как и в кино, довольно большой, мощный центральный защитник. За 11 миллионов, собственно, как бы за это его и взял. Каким-то чудом удалось подписать в аренду Кола Палмера. Ну, я просто ходил по топ-клубам АПЛ, спрашивал там, есть чё. Ну, в основном мне отвечали, тьфу. Но добряки из Челси согласились мне Коляна на сезончик дать погонять. Матюас Браун Доттер, похожий на молодого Харатьяна, за 8 миллионов из Аустрии был мною подписан. Тут еще в Аустрии я хотел взять под конец Мухарема Кусковича, но он выбрал Наполи. Что, в принципе, как бы, ну, логично, адекватно. А вот то, что Лачельса выбрал перейти в Альриат за 40 тысяч, хотя я предлагал ему 70+, это не очень логично, как по мне, но, с другой стороны, может быть, он совсем не хочет напрягаться в свои 29. Хотя, судя по его карьере, он и в 28 не хотел напрягаться, и в 27, и так далее. Первый, ну, прям такой, знаете ли, богатый трансфер этой карьеры. 20 миллионов я отдал за Джереми Сармиенто, эквадорский фланговый игрок. Вроде как, лютая перспектива. Ну, блин, я не знаю, меня аж потряхивает от такой суммы немножко, да и зарплата немалая. Ну, вроде как, должен расти. Надеюсь, то, что у него аж блестит лицо, это означает, что он, ну, либо это блестящий футболист, либо он просто мажется маслом олейно. Самый именитый трансфер этого лета на фри подобрали Донни Ван Дебека за 54 тысячи долларов в неделю. Практически даром за такого классного, опытного игрока. Потихоньку собираем праймовый Манчестер, занимающий какие-то там восьмые места в АПЛ. Магуайр на трансфер выставлен за смешные деньги, 2 миллиона. Его даже в молодежку, бедного бедолагу, в молодежку отправили легенду. Он же там всю молодежь заморозит. Я бы его с удовольствием взял. Серьезно, не шучу, но 250 тысяч зарплата. Кстати, я мог бы не брать того эквадорца Сармиента, потому что на фри до сих пор валяется Джота. Отличный игрок на самом деле. Очень техничный, резвый. Но, видимо, деньги Аль и Тихата его просто развратили, потому что он требует 150-170 тысяч. Ну, давайте еще раз проверим. Может, что-то изменилось? Нет, он требует еще больше. И вот я вот уверен в том, что в итоге он перейдет в какое-нибудь реально Аудинезе тысяч за 30 играть. Ну, это такая вот классика FM. Посмотрим. Будем наблюдать. Очередное усиление центра поля. Это болгарский футболист. А у меня с болгарскими футболистами связано много приятных воспоминаний. За 7 миллионов Илья Груев. И, в принципе, 7 мультов сумма небольшая. Но вот зарплату, конечно, он выторговал себе немалую. Финальные трансферы. Четверку я отдал за правого защитника Серхио Карейру. Ибо легендарный Тони Смит постарел и совсем уж медленный. Но мы с ним остались друзьями. Да, я его... Ну, фаворит, конечно, звучит... Знаете, я в последнее время смотрел много исторических видео. И там вот фавориты Екатерины. И вот как бы вот я фаворит Томми... Ничего... Ничего такого не было. Мы просто по пятницам собирались, там пивко пили, смотрели стримы на Твиче в бассейнах. Ну, в смысле, стримы в бассейнах, а не мы в бассейнах. Ай... Короче, Томми Смит, удачи мы у Уиганя. Ну и последний, наверное, уже ставший одиозным трансфер за 22 миллиона. Плюс, там, нереальные бонусы по типу, там, если 20 матчей сыграет за сборную, то получит еще 5 миллионов. У него всего 20 за карьеру пока что. Вряд ли, хотя кто знает. Короче, за 22 миллиона я взял Санька. Двухметрового Санька. Тупо Саша Солдат. Саша Калаичич. Австрийский, очень высокий нападающий. Когда я его подписывал в чате на Твиче, творилось просто нечто невероятное. Все были этим трансфером недовольны. Ну, да, будем честны, сумма немалая, но нам нужны были классные игроки. Тем более, он буквально 2 года назад в АПЛ забил 12 мячей. Что как бы намекает, что парень умеет. Максимилиан Амштейн выторговал зарплату 90 тысяч. Да, частенько во время серьезных футбольных мероприятий выбегают всякие люди. Фанаты. Что ж, ждем приключения Шурика в АПЛ. Получается, что закупился на 82 миллиона, распродался на 38. Плюс еще здесь не вошли Брин и Деляли. То есть, ну, на 45. В принципе, дебит с кредитом не самый худший, как для команды АПЛ. Опять-таки, там всякие... Вон, посмотрите на Эвертон. Да, там вообще кошмары. Ноттингем Форест. Это что такое вообще? И еще немножко грустняшки для Олдов. Ну, не совсем для Олдов, но кто понял, тот понял. Кто не понял, тот поймет. Вы просто посмотрите на шикарные цифры Хойдонка в Болоне. 46 матчей, 1 гол. Когда я делал трансферы, я нашел нечто реально странное, мистическое и даже пугающее, дорогие друзья. Просто посмотрите, есть Йосип Шутало и у него есть друг, Бошка Шутало. Они, в принципе, похожи, да? Оба хорваты. И когда я нашел их, я подумал, ну, возможно, родственники, хотя написано, что они друзья, но вы не поверите, никаких родственных связей между ними нет. Ну, если верить официальным данным и их отцу, а там кто знает. Может быть, батька там туда-сюда. Че там? Балканы небольшие. Вместо Калайджича вполне мог играть вот такой. Быстроногий бразилец. Но здесь опять не смогли договориться с агентом. Да, вот эти агенты футбольные, они реально все, сука, портят. Мог бы в АПЛ играть в Кубки Англии, там, возможно, как-то за Еврокубки биться в дальнейшем, но вместо этого выбрал чилить на пляже в Бразилии. Но с другой стороны, довольно адекватный выбор. Знаете, сегодня не то, чтобы какие-то очки набрать, сегодня хотя бы гол забить. И да, я хочу Серхио в центр поля наиграть, как в старые добрые. В этом матче, в отличие от матча Кубка, в том сезоне Сити играет вполне... Основой, но нам наплевать, потому что у меня... Вот не зря я подписал Калайджи, Чаурукхай, эту всю тему. Посмотрите, что эта банда творит на втором этаже? Игроки Сити просто потеряны. Эх, вот выйдем в Лигу Чемпионов. Требл возьмем. Не нужно шутить с Миддлс, бро. Здесь другие ребята, это тебе не Бёрнли, это тебе не Сток Сити. Здесь твоих Холландов порвут на части. 11 отборных солдат Миддлс, бро. Не смей бить по костылю, давай лучше вместе по МЮ. Не знаю, чем там занимался Гвардиол на предсезонке, но вы просто посмотрите, какая разница в физухе между моими и их футболистами. Если уж так посерьезки говорить, то шансов на выживание у нас, ну, по мнению специалистов... Ох, эти диванные специалисты не так и много. Угловой подает Сити, отбиваемся. Выносит, кстати, тоже Урукхай на втором этаже. Он сегодня просто король, и здесь я не совсем понял, что сделал Эквадорский наш талант. Ну, такой удар на все 20 миллионов. Ну, тупо отбиваемся, но обычный ФМ за такое наказывает. Рубен Диаш. Рубен Диаш тащит. На Дебрёйна Холланд, но здесь без шансов, боюсь, да. Здесь бедный костыль аж в другую сторону сиганул. Но арбитр говорит, что он говорит, что он говорит? Он говорит, что Холланд, иди дальше морковку жуй. Не защитно. Груев, давай. Болгарский перчик, мяч не теряй. Ленин, на Урукхая. Когда, вот приятно, да, когда в команде футболисты еще вот с чемпионшем построятся. Это Ленин. Да и китике, удар, гол, 2-0. Давай, сука, не лезь в мои дела, не лезь в мою жизнь. Ну ты, мужчина в желтом. Ладно. Жеремидо Ку смещается. Здесь Ван Дебек, ну, мужик сидел 3 года на скамейке. Книжки, наверное, какие-то умные по футболу читал. И вон какие отборы мутит. Сколько же это будет продолжаться, я не знаю. Бернарда. Ну сейчас будет гол, 100% будет гол. Ну как пить дать? Будет гол, но костыль. Под конец прошлого сезона костыль, конечно, расслабил булки серьезно. Ну вот, нормально, все, пацаны, все, все хорошо. Все хорошо, ребята, давайте. Пацаны, это история. На ваших глазах, возможно, творится натуральная история, потому что... Ух, туре. Нормально так влупил. 10 секунд. Вообще не почувствовал. Видимо, победу над Сити так праздновали, что аж Фрай, напившись в ближайшем ресторане, упал со стола и получил вывих лодыжки на 3 недели. Ну что ж, отдыхай. Кол Паунер тоже не может сыграть, поэтому на скамейку латте-латте отправляется и мистер Кин. Все. На этом, наверное, все. Калайджич. Знаете, я буду называть его Адронный Коллайдер Гринвуд. Судья вообще молчит, понимая, что если что, то придется иметь дело с Саньком. И Саня, между прочим, голевую выдал. Как неприятно такую гниль пропускать. Я не хочу это комментировать. Мне неприятно, когда мне забивают гол за голом. Ну, что это такое? Гринвуд. Не знаю, мастер ли он штрафных. Ну, что-то в нем есть. 3-2. Ну, да. Мы все равно же проиграем. Но мы проиграем с характером. Похоже, гол я на Кубке Фиферов забивал фавориту. Что любопытно за Челси? Хм. Момент, пацаны. Это оно. Коллайдер Гринвуд, да боже мой. 3-3. Охренеть что? Нет. Нет. Ты не посмеешь. Это грех. Нормально. Блин, но как же Калайджич устает. Не, я понимаю, что такое тело, конечно, носить по полю это тяжело. Поэтому давайте, наверное, под конец выпустим. Блин, давайте Ван Дебека выпустим, пожалуй. И вот отправим его куда-нибудь вот сюда. А этого куда-нибудь вот сюда. Это, как по мне, более чем достойный старт. Если что, слева это не худой Борецкий, это я. Ну, в смысле, в игре, конечно же. Ну, и в своих фантазиях примерно я такой же. Тяжело, конечно, после матча Сити с Челси, да, выходить на Кубок Газировки, играть с П. Боро. Так, чего? Отлично. Ну, минут 30 сейчас. Да, все, давай. Короче, пацаны, матч с Ливерпулем откладывается до стрима. На стрим приходите. Тут гол, круто. Короче, срочный звонок. После матча этого я лечу на своих ногах. Не на самолете, к сожалению. На переговоры с Мбаппе. Он говорит, что согласен играть за нас. За 10 пачек сухариков, 3 корочки. С холодцом и хреном. Только сейчас заметил, это же, это же, это же, это же, это же, Дерби Бороу. Вау. Да, судя по трибунам, Кубок Газировки особой популярностью в Англии не пользуется. А тут вон какие зарубы, вон какие подкаты. Просто искры летят во все стороны. Хорошо, что я в очках Груев на Карейру. Новички. Да, некоторые считают, что много новичков это плохо. Я считаю, что это супер. Вон, пожалуйста, 13 новичков в том сезоне, первое место. Так что давайте-ка это без этой херни. Ребята, Экитике 2-0. Все, конец. Экитике нашел себе соперника, так сказать. Хитрик. Что ж, начало сезона намекает, что меня, возможно, даже не уволят. Дальше Ливерпуль, Бормут, Лидс, Вестхэн и так далее. Ох, длинный получился видос. Я уж даже не помню, в каком году я начал его записывать. О, Кыся на подоконнике. Кс-кс-кс-кс. Один глаз ее можно увидеть. Короче, на стрим приходите. Там я вам покажу второй глаз Кыся. И футбольное мастерство. Покедова.